Мы все знаем, что мир бывает несправедливым, но к некоторым жизнь просто жестока. Я имею в виду людей, которых посадили за зарядку телефона, оштрафовали на сотни долларов за кормление семьи и арестовались за отправку с запросов в друзья. Да, некоторые вещи, которые даже не кажутся незаконными, грозят приговором. Давайте изучим разные дела и выясним, как можно получить крайне суровые наказания даже за самые незначительные проступки. Нет ничего хуже, чем когда телефон начинает звонить в неподходящее время. Обычно в таких случаях грозит только неловкое ощущение. Но если оказаться не в том месте и не в то время, последствия могут быть намного хуже и жестче. Это судья Роберт Ристайна из Ниагара Фоллс в Нью-Йорке. 11 марта 2005 года он предъявлял обвинение, когда в зале суда зазвонил телефон. Судей лучше не злить. И когда Ристайна услышал телефон, он мгновенно вышел из себя. Он предупредил суд, что если владелец телефона не встанет, все присутствующие сядут в тюрьму на неделю. В зале находилось 46 преступников, и хотя 45 из них послушно выключили телефон, Ристайна был готов поступиться их свободой из-за звонка. Но никто не признался, что телефон его. Судья вызвал 11 обвиняемых, которых он уже освободил, и отправил 46 человек за решетку. Тех, кто не мог позволить внести залог, заковали в наручники, отвезли в тюрьму и посадили в камеры. Как судье Ристайна сошел с рук такой безумный приговор? К счастью, справедливость восторжествовала. О нем сообщили в комиссию Нью-Йорка по поведению судей, и его оправдания о том, что он сорвался из-за стресса в личной жизни, никак не помогли. Его уволили с должности и вынесли строгий выговор за злоупотребление властью. Но это был не конец для Роберта Ристайна. Слишком строгий для суда, он нашел работу на государственной службе. То есть Роберт Ристайна, отправивший 46 человек в тюрьму за один зазвонивший телефон, занимает должность мэра Ниагора Фоллс с 20-го года. После этого никто не скажет, что второго шанса не бывает. Вонючее преступление Вряд ли вы признаетесь, но все хотя бы пару раз в жизни испускали неловкий пог. Но думали ли вы, что из-за этого вас арестуют? Нет? Подумайте снова. 7 ноября 2009 года 12-летний школьник во Флориде выпускал газы, чтобы помешать учителю вести урок, а вдобавок выключал компьютер одноклассников. За такое грозит максимум отстранения от учебы, да ведь? Но не во Флориде. Учитель мальчика Диси Карден вызвал полицию, и ребенка поместили под арест за прерывание урока пуканьем. Разве это законно? Флорида – один из 21 штата, где есть законы о нарушении порядка в школах. Они включают наказание за плохое поведение в школе. Так что офицеры не просто отчитали мальчика, а арестовали его, но позже отпустили к маме под поручительство. Это достаточно несправедливо, на мой взгляд. Все-таки не обязательно арестовывать школьного хулигана. Но Флорида всегда все делала несколько по-другому. Если бы меня арестовывали за каждый пук в общественном месте, я бы сидел всю жизнь. Неудачная рыбалка Наряду с бейсболом и сидением в кафе, рыбалка – любимое занятие американцев. Но знаете ли вы, что в некоторых местах действуют строгие правила о том, какую рыбу можно ловить и когда? Вряд ли вы знаете, если только не любите рыбалку. И этого явно не знал 19-летний Кайл Дэвид из Иони в Мичигане. Без работы, почти без денег и с голодной семьей Кайл решил попытаться выловить в ночи малоротого и красноглазого окуня в соседней реке Грант. К сожалению, был не сезон. И, как вы догадались, ловить их было незаконно. Когда его обнаружил офицер, Кайл принялся спорить, но офицер не унимался. В итоге парень принял штраф на 115 долларов и ему сказали, что ему придет письмо о том, как выплатить его. Но письмо не пришло. Забеспокоившись, Кайл позвонил в полицейский участок спросить, где письмо. И ему сказали, что так как он не оплатил штраф, его приказано арестовать. Разумеется, такая новость испугает кого угодно. И Кайл, не зная, что делать, поехал в местную тюрьму, где его посадили за решетку. И хотя все произошло из-за нехватки денег, в результате ареста Кайлу пришлось взять в долг еще больше – дополнительные 175 долларов для внесения залога. На суде через неделю судья увеличил первоначальный штраф молодого человека со 115 до 215 долларов. Кроме того, судья потребовал, чтобы Кайл выплатил его к концу того же дня. Когда он сказал, что не сможет получить деньги, судья просто спросил, есть ли у него какая-нибудь карта. Но Кайл оказался в этой ситуации именно из-за бедности. У бедного парня даже не было кредитки. Он не мог заплатить. И его приговорили к трем дням в тюрьме. К счастью, его досрочно освободили после вмешательства Союза гражданских свобод Мичигана. Но все равно. Тюрьма за рыбалку – это очень суровое наказание. К слову о суровом наказании. Сейчас я назначу вам одно из них. Вы должны лайкнуть видео и подписаться на этот канал. Готово? Вы прощены. Кто дальше? Сосисочный скандал Еще более американская вещь, чем бейсбол, кафе и рыбалка – это хот-доги. Не беспокойтесь, насколько я знаю, никого не арестовывали за съеденный хот-дог. А вот кража – уже другая история. В феврале 2014 года Рикки Джо Мур вошел в магазин, чтобы купить себе попить. Или так все бы подумали, если бы камеры не запечатлели, как он вытаскивает хот-дог с гриля и засовывает себе в карман. Он заплатил за напиток, но не за еду. И за это полагалось предупреждение или штраф, правда? Но не в Индиане. В этом штате завладение чужой собственностью без намерения возвращать ее считается не проступком, а уголовным преступлением. Для тех, кто не совсем понял, так как Рикки собирался съесть хот-дог, это было серьезное преступление. Все было бы хорошо, если бы это было первое правонарушение Рикки. Но его арестовывали за два года до этого за кражу микроволновки и картотеки. А потому, по закону, Рикки был отправлен в тюрьму с залогом в размере четырех тысяч долларов. Я бы мог понять, если бы он украл что-то дорогое. Но хот-дог? Это уже как-то слишком. Наказание за пиццу Знаете правила трех страйков в бейсболе, когда бьющий пропускает три мяча и их получает кетчер, а бьющий выбывает? В Калифорнии это правило так любят, что оно есть в законодательстве. После трагической смерти Кимбер Рейнольдс в 92-м году, ее отец Майк пришел в ярость, когда один из убийц, преступник на УДО, получил лишь 9 лет тюрьмы. Тогда Майк Рейнольдс помог разработать закон трех страйков, который должен был остановить рецидивиста. Закон удваивал срок заключения для преступника при втором преступлении и давал от 25 лет до пожизненного после третьего преступления. То есть, по этому закону можно было попасть в тюрьму из-за проступок. Эта судьба постигла Джерри Дуэйна Уильямса в марте 95-го года. У него уже были судимости за четыре небольших преступления. И по закону трех страйков хватило еще одной ошибки, и четверть жизни он провел за тюремной решеткой. Что же он сделал, чтобы получить такой приговор? Уильямс украл кусок пиццы. Да, его поймали на том, что он отобрал пепперони у компании детей на пирсе на пляже Ридондо. Так что да, Джерри Уильямс был не самым милым парнем на планете. Но он один из немногих людей, которые могут сказать, что они всю жизнь сидят в тюрьме за кражу всего одного куска пиццы. Если закон вам кажется несправедливым, вы не одни. Некоторые, включая Майка Рейнольдса, поддерживают его, но критики считают, что он не помогает остановить преступления. Критика закона трех страйков привела к тому, что в него внесли поправки в 2012 году. И теперь третьим страйком может считаться только тяжкое преступление или убийство. Справедливо это или нет? Несомненно, пожизненный приговор за украденную пиццу – это жестоко. Налог на прогул Прогуливать школу значит напрашиваться на неприятности. Но прогульщики не заслуживают тюрьмы, верно? Но до 2015 года вы бы получили суровый ответ, если бы спросили суды Байтауна. Фрэнк Уорд, житель этого города, разозлился, когда двух его внуков посадили в тюрьму за прогулы. По закону Техаса, пропуск десяти и более дней занятий в течение шести месяцев или трех дней в течение четырех недель приводит к судебному разбирательству. Обычно дело решается штрафом в 500 долларов плюс судебные издержки, но ордер на арест выдается тем, кто отказывается или не может заплатить. В случае с Фрэнком Уордом его внуки не могли ходить в школу по семейным обстоятельствам, как он сказал. Им приходилось переезжать более 12 раз за два года. В последний раз они переехали за 32 километра от школы, а из-за нехватки общественного транспорта добираться до учебы было трудно. Один из внуков, которому было 17 лет, оказался в тюрьме за неуплату штрафов, которые выросли до 950 долларов. Второй задолжал 360 долларов, но не был арестован. Их дедушка использовал более 1399 долларов из пособия, чтобы покрыть эти штрафы. Но по понятным причинам он был в ярости, что его внуки вообще оказались в суде. Чтобы оценить проблемы Уордов, скажу, что, как выяснила одна организация, из 115 тысяч школьников, отправленных в суд за прогулы в 2013 году, 80% были из бедных семей. К счастью, теперь этот закон уже изменен. Но все равно тюрьма за прогул. Школа и без этого часто кажется тюрьмой. Обвинения за зарядку Мобильные телефоны вошли во все сферы нашей жизни, и мы стали очень зависимы от них. Есть много вещей, которые можно сделать на телефоне и которые заведут в тюрьму, но некоторые из них более неожиданны, чем кажется. 13 ноября 2012 года Даррен Керси, 28-летний бездомный из Флориды, был арестован полицейским с Сарасоты за зарядку телефона. Керси просто использовал порт для зарядки в парке, и так как он был бездомным, это считалось использованием общественных ресурсов. Но полицейский считал иначе. Он заявил, что зарядка телефона бездомным человеком – это кража, сославшись на плохое состояние экономики, и затем арестовал Керси. Тот не мог заплатить штраф в 500 долларов, назначенный после ареста, и потому провел ночь в тюрьме. К счастью, судья закрыл дело, не найдя юридических оснований для обвинений. Справедливость восторжествовала. А вообще, надо было оштрафовать на 500 долларов полицейского за преступную глупость. Сумеречная зона Как вы наверняка заметили, несправедливо арестовать могут за неловкие проступки. Но если вы думали, что нет ничего позорнее, чем арест за пуканье, то позвольте представить вам Лори Тилл из Альбукерки. Её арестовали 12 июня 2012 года за то, что она не вернула книги и DVD «Сумерки» на 36 долларов в библиотеку. Да-да, «Сумерки». Та самая сага, превратившая грозных вампиров в блестящих красавчиков, а оборотней в парней, влюбляющихся в детей. В библиотеке утверждали, что книги и диски не возвращали ещё с 2010 года, поэтому Лори постановили арестовать за невозврат имущества стоимостью менее 200 долларов. Да, есть такой закон. Почему Лори ничего не вернула? Все уведомления и ордера на арест отправлялись не по тому адресу. Она жила там только в детстве. А в тот день в июне полиция приехала к Лори по какому-то совершенно другому делу. Затем офицеры поняли, что на её арест был действующий ордер, и её взяли под стражу на глазах у её пятерых детей. Её освободили на следующее утро под залог в 610 долларов. И Лори заявила, что планирует подать в суд. Что касается библиотеки, то там уже заменили книги. Вот это преступление! Дружелюбный присяжный Вызов на суд присяжным не самая приятная вещь, и многие люди готовы на всё, чтобы избежать этого. И, как выяснилось, освободиться от обязанностей присяжного куда легче, чем кажется. В 2011 году Джейкоб Джок был вызван присяжным на гражданский процесс. В самом начале судья предупредил всех членов не пользоваться интернетом, чтобы узнать о деле, потому что это могло повлиять на их суждение. По шестой поправке к Конституции США, обвиняемые имеют право на беспристрастный суд. Но Джейкоб, видимо, это пропустил, потому что, когда он вернулся домой после заседания, то отправил обвиняемому запрос в друзья в Фейсбуке. Обеспокоенный обвиняемый рассказал адвокату, и до того, как суд продолжился, Джейкоба немедленно исключили. Он заявил, что это была случайность, и он просто хотел посмотреть, есть ли у них общие друзья. Но, подумав, что опасность миновала, Джейкоб со свойственной ему мудростью решил написать в Фейсбуке пост, гласивший «Ну вот, меня исключили». Оказывается, нельзя добавлять в друзья обвиняемого. Ха-ха. К несчастью для него, главная судья Нэнси Доналан не увидела в этом ничего смешного. Позже Джейкоба обвинили и признали виновным в неуважении к суду, а потом приговорили к трем дням тюрьмы. И все из-за запросов друзья. Но, стоит признать, доиграться до ареста – неплохой способ избавиться от обязанностей. Собачье дело Если у вас есть питомцы, вы знаете, сколько за ними надо ухаживать. Нужно кормить и мыть их, убирать за ними. А самое главное – не давать им разгуливать по чужой территории. Этот урок на горьком опыте усвоила 82-летняя Мэри Рут из Фергюсона в Миссури. Она была гордой хозяйкой нескольких чихуахуа, которые постоянно вызывали проблемы с законом Миссури о собаках на свободе. Этот закон запрещает животным находиться вне контроля владельцев в общественных местах и применяется во всех городах штата, так что он должен соблюдаться повсюду. И, к сожалению, закон о собаках на свободе стал настоящим бедствием для Мэри из-за ее питомцев. Ее чихуахуа стали выбегать на улицу слишком часто, и соседи вызвали полицию, которая оштрафовала Мэри на 525 долларов и еще и отправила в суд. Учитывая, что ей было 82 года и она жила одна – это суровое наказание за сбежавших собак. Но дальше было еще больше неприятностей. По медицинским причинам Мэри не смогла прийти на заседание, и в результате бедную старушку ожидала два дня в тюрьме и счет на 7 тысяч долларов. И все из-за того, что ее собаки выбежали на улицу. Полиция запахов Некоторые любят школу, а некоторым в ней очень трудно. 12-летняя Сара Бустаментес из Техаса относилась ко второй категории детей. У Сары диагностировали СДВГ, биполярное расстройство, и она переживала из-за своего веса. Все это сделало ее объектом издевательств. Над ней насмехались из-за якобы плохого запаха, и Сара прыснула две капли духов на шею во время урока. Один из обидчиков заявил, что она пахнет еще хуже. Чтобы прекратить это, учительница сообщила о случившемся в полицию, но пожаловалась на Сару. Удивительно, но офицеров не надо было вызывать. Они уже были в школе. Дело в том, что в Техасе вооруженные полицейские есть в сотнях школ для предотвращения беспорядков. В 2020 году 60% американских школ имели полицейскую охрану, и офицеры готовы применять закон, если надо. В 2010 году школьные полицейские наказали 300 тысяч провинившихся в чем-то учеников. За так называемые проступки класса С наказывали даже шестилетних детей, выписывая штрафы, общественные работы, а иногда и заключения. Учитывая это, вы можете представить, как испугалась Сара, когда полицейские зашли в ее класс. Как ни странно, они обвинили ее в наказуемом нарушении порядка на уроке, и приказали девочке явиться в суд. И это за использование духов в ответ на издевательство? К счастью, группа по защите инвалидов помогла снять обвинения. Но все равно угроза уголовного наказания за такой проступок – это безумие. На стороне политика Там, где есть политики, есть и граждане, пытающиеся поставить их в неловкое положение. Все имеют право критиковать избранных представителей. Но тут главное не заходить чересчур далеко. Например, полицейским пришлось выбирать сторону, когда они арестовывали Иэна Фогерти в Квинзленде в начале 2015 года. Фогерти был чем-то средним между политическим активистом и троллем, и постоянно досаждал премьеру Квинзленда Кэмпбелла Ньюману, так как вел аккаунт в Твиттере, пародирующий этого политика. Но у него был припасен еще более интересный ход. Когда либеральная национальная партия Ньюмана проводила митинг, Фогерти тоже пришел. Но не для поддержки, а чтобы показать любопытную футболку. Хотя она казалась весьма безобидной, появилась полиция, так как он якобы нарушал общественный порядок, и ему предъявили обвинение. Потом Фогерти увели не один и два, а десять полицейских. И все они, конечно, стояли по одну сторону. Десять полицейских на арест парня в смешной футболке? Им в тот день больше нечего было делать во всем Квинзленде? Родители часто говорят, что дети – это лучшее решение в их жизни. Но нельзя забывать, что воспитание детей – это тяжелая работа. Мамы, папы и опекуны по всему миру переутомляются, раздражаются и злятся. И когда сдерживаться трудно, они в конце концов взрываются, что и произошло с Дэниэль Вольф. Она была в магазине со своими двумя дочерями и мужем, и внезапно другой покупатель услышал, как она матерится в присутствии детей. А беспокойный клиент подошел к Дэниэль и попросил ее прекратить. Она заявила, что говорила с мужем, а не с детьми. Но это не имело большого значения, потому что в городе Норт-Агаста в Южной Каролине, где находилась сквернословящая мама, запрещено использовать мат в присутствии кого-то другого. То есть публичная ругань там, по сути, запрещена. А потому покупатель пожаловался на Дэниэль, которую вскоре арестовали за мелкое хулиганство и отправили в суд. Я, конечно, ругань не поощряю, но это серьезное наказание за пару нецензурных слов. За свою жизнь Арнольд Эббот из Форт Ладдердейла был награжден двумя пурпурными сердцами на военной службе, а в 60-е помогал афроамериканским гражданам голосовать, что в то время было очень опасно. Он был исключительным членом общества и добрым человеком. Но он не остановился даже в старости. После смерти жены в 91-м году Эббот открыл организацию «Возлюби ближнего своего», которая кормила бездомных жителей Форт Ладдердейла. Каждый день Эббот приходил на пляж и раздавал еду, которую сам готовил всем обездоленным и голодающим людям. Но местные власти были не в восторге. Они хотели, чтобы пляж Форт Ладдердейла привлекал как можно больше туристов, а присутствие бездомных этому мешало, по их мнению. И чтобы избавиться от них, власти запретили раздавать бесплатную еду на пляже, Арнольд, которому было 90 лет, отказался подчиниться, когда он вернулся на пляж с новой порцией еды. Полиция уже ждала его и арестовала, угрожая заключением на 60 дней, а также штрафом в 500 долларов. Но и это его не остановило. Его несколько раз арестовывали просто за то, что он кормил бездомных. Когда об арестах доброго старика, помогающего бедным, спросили мэра Джека Сейлера, он холодно сказал, «Мы соблюдаем законы в Форт Ладдердейле». Даже несправедливые и наспех придуманные законы, видимо. Когда и где жениться – одно из важнейших решений в жизни. Но Джостону Банди и Элизабет Джейнс пришлось положиться на закон. Пара из Тайлера в Техасе обсуждала вопрос о браке, но считала, что свадьба будет невозможна еще долгое время. Но когда ссора между Джостоном и бывшим парнем Элизабет вышла из-под контроля, пару арестовали, и они предстали перед судьей Рэндаллом Роджерсом по прозвищу «Судебный Купидон». Роджерс предъявил Джостону ультиматум – 15 дней в тюрьме или пожизненное, то есть брак. Да, альтернативой тюремного заключения Роджерс назначил брак, который пара должна была заключить за 30 дней. Присутствующие на суде были шокированы, но, боясь тюрьмы, Джостон попросил разрешения на брак. Конечно, это была не та свадьба, о которой пара, прожившая вместе приблизительно год, мечтала все это время. Свадьбу мечты с белыми платьями и классическими костюмами променяли на белую майку, синюю рубашку пола и бездушные лампы здания гражданского суда. Законность приказа судьи Роджерса вступить в брак обсуждалась и подвергалась сомнению экспертами, но Джостон и Элизабет сыграли свадьбу. И они оба признали, что если бы Джостона посадили в тюрьму, они не смогли бы платить за аренду дома, где они жили. И, к счастью, через год после свадьбы они уже запланировали церемонию обновления клятвы. Но я бы отложил это на 15-ю годовщину и спросил их, правильно ли они поступили. Любой, кто прожил в браке так долго, скажет, что приговор судьи намного суровее, чем кажется. Да уж, мир бывает несправедлив. Какое из этих наказаний показалось вам самым суровым? Или кто-то заслужил такие приговоры, по вашему мнению? В общем, поделитесь своими размышлениями в комментариях под видео. И спасибо за просмотр!